Урожая в этом году не ждать? Это опасное агрометеорологическое явление. Для второй декады июня вообще очень редкое явление. При практически полном отсутствии осадков это дало отклик в такой неактивной вегетации. Почему нам плохо во время магнитной бури? Природа расцветает, Иван Купала наступает. Когда студентов-ботаников привозят на первую практику, то преподаватель говорит, что тому, кто найдет цветок папоротника, он поставит зачет автоматом. И те, кто плохо учится, идут его искать. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Мартынов. В республике Татарстан введен режим чрезвычайной ситуации в связи с почвенной засухой. Что будет с урожаем и как это отразится на людях? Подробнее в этой проблеме разбирался наш корреспондент. В Татарстане 33 градуса жары. Жители региона уже забыли, что такое осадки. Республика Татарстан медленно превращается в пустыню. Особенно страдает сельское хозяйство. 3 июля на территории Республики Татарстан был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с почвенной засухой. Подписало распоряжение о введении режима Раиса Республики Татарстан Рустам Миниханов. Согласно документу, власти районов региона должны проинформировать жителей о введении режима ЧАЭС через средства массовой информации и определить состав рабочих групп и комиссий по ликвидации проблемы. Отметили важность обеспечения пожарной безопасности. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории 43 районов. Как заметил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Зебаров, дожди буквально обходят регион страной, что и привело к засушливому периоду. В настоящее время вот эта засушливая погода связана с тем, что так распорядилась циркуляция. Дело в том, что в июне нас очень любили антициклоны. Они не пускали к нам циклоны, которые несли бы с собой фронты и осадки. В настоящее время все так же погода определяет барический гребень. Именно поэтому у нас малооблачная погода и существенных осадков, как не наблюдалось в последний уже практически месяц, так и в обозримой перспективе существенных осадков не прогнозируется. Засушливые явления, как почвенные, так и атмосферные, фиксируются на всей территории республики. А при норме 60 мм осадков за июнь в регионе выпало в среднем 15 мм. Причина засухи в блокирующем антициклоне. Подобная ситуация наблюдалась и ранее. В 2010 году засуха привела к небывалому неурожаю. Тогда власти были вынуждены закупать продовольствие. Сегодня эксперты рассчитывают хотя бы взрастить семена. Для сельского хозяйства сложились неблагоприятные условия в силу того, что июнь был холодный. В июне, даже во второй декаде июня наблюдались заморозки. Это опасное агрометеорологическое явление. Для второй декады июня вообще очень редкое явление. При практически полном отсутствии осадков это дало отклик в такой неактивной вегетации. По словам экспертов, антициклон не пропускает на территорию республики циклон, который несет влагу с Атлантики. Он вынужден обходить республику либо с юга, либо с севера. Не исключено, что циклон с Атлантики сможет протискивать антициклон, и в конце месяца ситуация изменится в лучшую сторону. Пройдут осадки. Засуха негативно влияет не только на урожай, а вернее на его отсутствие, но и на человека. Температурный фон, кроме того, в июле прогнозируется также аномально высоким. Как ближайшая декада прогнозируется с температурной аномалией примерно в 2 градуса выше климатической нормы, так и в целом месяц по долгосрочному прогнозу прогнозируется на 1 градус выше климатической нормы. Отметим, что при резкой смене погоды с продолжительной засухи на проливные дожди регион также попадет в плачевную ситуацию. Осадки и влажность будут усложнять фермерам работу по сбору урожая. Что будет с почвой, пока остается неизвестным. Сможет ли Атлантический циклон добраться до нашего региона, покажет время. Аделина Амдрахманова, Виктория Бояринцева, Александр Кузнецов, Тимур Табаров, Универньюс. За последние сутки на Солнце произошел целый поток новых вспышек. Их последствия на Земле будут ощущаться уже через несколько дней. Ученые предполагают, что воздействие на Землю будет очень сильное, а значит, нужно хорошо к этому подготовиться. О том, какой вред могут нанести солнечные вспышки организму человека и как правильно вести себя в период сильной солнечной активности, расскажем в следующем сюжете. Солнце снова подает людям пугающие сигналы. За последние 24 часа главная звезда галактики содрогнулась потоком новых вспышек, сила которых в пике достигла отметки М2-04. Эта классификация была придумана еще в 1970 году американским ученым и первоначально основывалась на измерениях спутников Solar D. По этой классификации солнечной вспышке присваивается балл, обозначение из латинской буквы и индекса за ней. Буквы может быть A, B, C, M или X в зависимости от величины достигнутого вспышкой пика интенсивности рентгеновского излучения. Исходя из этих данных, на Землю ожидается серьезнейшее воздействие, которое может привести метеозависимых людей в крайне сложное положение. Вид активности Солнца – это вспышки. Когда магнитные линии выходят из одного пятна и заходят в другое пятно. А вот под этими линиями образуется такая вот область, где солнечное вещество сжимается под действием магнитного поля. До такой степени сжимается, что происходит взрыв этого вещества. И соответствующим образом выделяются космические лучи. Магнитные линии – это незаряженные частицы, улетающие со скоростью света – вызывают магнитные бури, вызывают радиобури и образуются заряженные частицы, так называемый солнечный ветер. Несмотря на то, что многие люди не придают особого значения магнитным бурям, нельзя не отметить последствия, которые могут быть самыми разными. Это напрямую зависит от степени восприимчивости человека к изменениям в магнитном поле Земли. Они опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотомией, иными словами, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно во время магнитных бурь. Они нередко сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, а также перепадами давления. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Очень важно следить за своим здоровьем и следовать рекомендациям врача, а также вовремя принимать назначенные лекарственные препараты. Важно также помнить, что симптомы метеочувствительности могут быть признаком скрытой патологии. Поэтому, если реакция на смену погоды часто беспокоит и доставляет дискомфорт, крайне важно обратиться к врачу и пройти обследование. А самое необходимое для определения скрининга и выявления хронических заболеваний нужно проходить регулярные профилактические осмотры и диспансеризацию. Сильное влияние магнитных бурь на человека уже доказано многими учеными. Благодаря исследованиям было установлено, что во время солнечной активности кровь начинает густеть. Из-за этого ухудшается ее кислородный обмен, на который в первую очередь начинает реагировать мозг и нервные окончания. Влияние на здоровье магнитных бурь не всегда проходит бесследно. Несчастным, имеющим хронические болезни, приходится не сладко. Солнечная активность наносит удар по самым слабым местам. Заболевания могут обостриться, а если человек находится в плохом настроении, то он рискует получить затяжную депрессию. В группе риска находятся также кардиобольные и люди, страдающие избыточным весом. Метеозависимость Это восприимчивость организма человека к изменениям погодных условий, таким как перепадам атмосферного давления, перепадам температуры воздуха, осадкам, смене уровня влажности или сухости климата, ветру, солнечному излучению, состоянию геомагнитного поля. Возникает метеозависимость из-за нарушений эндокринной, кровеносной, сердечно-сосудистой системы организма, а также у пожилых и беременных. Объясняется это тем, что электромагнитные колебания, затрагивающие атмосферное электричество, воздействуют на нервные окончания, содержащиеся в нашем организме и способствуют возникновению общей невротических жалоб. Чтобы противостоять последствиям солнечных вспышек, необходимо обезопасить себя и выполнять рекомендации, которые дают медики во время солнечной активности. Следует контролировать уровень артериального давления, пить больше чистой воды и свести к минимуму потребление соли. Она не дает организму выводить жидкость, и это способствует повышению давления. Лучше ограничить количество и улучшить качество еды. Больше овощей, фруктов, зелени, клетчатки и меньше жареного и мучного. Метеозависимым важно хорошо высыпаться и избегать повышенных нагрузок. Во-первых, в период геомагнитных изменений необходимо снизить физические и умственные нагрузки. Это касается спортивных тренировок и дополнительных нагрузок на работе. Физические активности в виде прогулок только приветствуются и помогают бороться с метеозависимостью. Также следует ограничить информационный шум, меньше использовать гаджеты, меньше смотреть телевизор и социальные сети. Второе правило – это правильно питаться и достаточно спать. Чтобы справиться с резкими изменениями погоды, нужно спать не менее 7-8 часов в сутки. Избегать тяжелой жирной пищи, следить за потреблениями жидкости и соли. Защититься от магнитных бурь можно, но полностью избежать их последствий вряд ли удастся. Стоит понимать, что чаще всего солнечная активность происходит весной и осенью. К тому же синоптики обычно заранее предупреждают о начале геомагнитной активности. Пользуясь такой информацией, можно в разы облегчить самочувствие, сохранить здоровье и, возможно, даже избежать серьезных последствий бурной деятельности Солнца. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюс. Одним из самых загадочных праздников восточных славян является Иванов день. С 6 на 7 июля наши предки проводили ритуалы и обряды, связанные с водой, огнем и травами. А еще в ночь на Ивана Купалу самые смелые отправлялись в лесные чащи искать цветок папоротника. О том, откуда взялся этот праздник и где искать заветный цветок, расскажет моя коллега Маргарита Михайлова. Древний праздник восточных славян День Ивана Купала один из самых загадочных в нашей культуре. Его, как правило, связывают с легендой о Купале и Костроме, близнецах, разлученных в раннем возрасте. В ночь с 6 на 7 июля принято проводить ритуалы и обряды. Купаться в реках и озерах, плести венки, прыгать через костер. Вода до рассвета 7 июля считается целебной. Если вот сегодня посмотреть, то наиболее такой аутентичной форме этот праздник Ивана Купала сохранился у белорусов. У украинцев в 19 веке произошли большие изменения, у русских это уже естественно такой аутентичной формы мы не можем говорить. Вместе с тем праздник в некоторой степени связан с магией. Самые смелые в ночь накануне дня Ивана Купала отправляются в лесные чащи в поисках заветного цветка папоротника. Согласно легенде, тот, кто найдет его, узнает все тайны мира, обретет власть над нечистью и начнет понимать любые языки, в том числе язык животных. Чтобы сорвать папоротника в ночь на Ивана Купалу, необходимо очертить вокруг себя и цветка круг освещенным ножом, читать заговоры и дожидаться полуночи. Согласно поверьям, нечисть старается отвлечь охотника за цветком папоротника. Шумит, зовет голосом близкого человека, окликает. Если отозваться на голос или повернуться к призраку, то можно лишиться жизни. Этой легенде посвящено множеству художественных произведений. К примеру, Николай Гоголь написал об этом повесть «Вечер накануне Ивана Купала». Немало и экранизаций этой легенды. «Идем мы охранять цвет папоротника, который распускается раз в 30 лет». «Чветок этот особую силу имеет. Что загадаешь, то и исполнится». Надо сказать, что на самом деле цветков у папоротников не бывает. Цветок помогает растениям размножаться. Механизм размножения папоротников споры. Растет папоротник практически везде, но преимущественно это тенистые лесные чащи. Верят в цветок папоротника не только смельчаки в Иванов день, но и некоторые студенты. Когда студентов ботаников привозят на первую практику, то этот преподаватель говорит, что тому, кто найдет цветок папоротника, он поставит зачет автоматом. И те, кто плохо учится, идут его искать. По вопросу о том, является ли Иванов день языческим праздником, эксперты во мнениях разделяются. За столетия он значительно изменился. Многие связывают день Ивана Купала с именем Иоанна Крестителя. Ведь Креститель кто? Тот, кто купает в воде. Его Купала и называют по сути. И он связан как раз с Иоанном Крестителем, с религиозным праздником. Здесь в России он во многом стал связываться с теми религиозными праздниками. Тот же Петров день. День Ивана Купала празднуется и в наши дни. К примеру, в Татарстане он отмечается в Зеленодольске. В прошлом году к празднику присоединилось более 20 тысяч человек. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. 6 июля по 6 августа в рамках стратегии развития Казанки состоится ежегодная городская лаборатория «Горожанин-ученый». В мероприятии, как и в прошлом году, примут участие представители Казанского Федерального Университета. Участников ожидают 12 занятий разного формата. Мастер-класс по тому, как отбирать пробы воды из родника, научная экспедиция, сплав по Казанке, дискуссия о принципах экологизации бизнеса. О том, как устроена экосистема вокруг реки и как быть бережным городу и окружающей среде расскажем в одних из следующих выпусков. Не пропусти! На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!